Кто нанес удары по Кремлю, надо просто понимать, с кем мы воюем. Украина же не просто начала все эти действия после госпереворота. Было государство Украина, к которому мы крайне бережно относились. Но это государство перешло полностью под влияние спецслужб британских и американских. В этом государстве был совершен государственный переворот. И с 2014 года формально государства Украины нет. Есть колония Британии и Штатов на земном шаре, в нашем подбрюши. То есть часть нашего народа, полностью наших людей, стала колонией Британии и Штатов. Как это так? Логично или нелогично? Зеленский холоп Британии, да? Он исполняет их прямые указания. Вся армия ВСУ исполняет приказания Британии. Полностью подливается водичка, вот этот бензинчик в огонь. Это жидкость, это в огонь дровишки подкидываются, горючие материалы подкидываются, чтобы огонь больше был. Кто подкидывает эти? Подкидывает Британия, подкидывают штаты и страны-холопы. Вот сейчас все опять отказались, опять Британия подкидывает, она закупает в Штатах дальнобойные ракеты и передает их Киеву. То есть мы воюем не с Украиной, мы воюем с Британией и с странами-холопами и сателлитами Британии. Что эти страны-холопы и сателлиты стало окончательно ясно по факту закрытия неба для нашей авиации. Когда единовременно все эти страны-холопы одновременно перекрыли небо. Как вот если бы у стран был хоть какой-то суверенитет, у европейских стран, они бы могли самостоятельно принимать решение. Это бы растянулось, кто-то согласился, кто-то не согласился. Нет, как скот, как нормальных холопов их согнали. Точно так же они всех сгонят на третью мировую войну, уже перешедшую в следующую стадию. Они всех сгонят. Это будет точно так же активно и красиво. Это надо понимать. Поэтому, если мы все равно будем биться с ними, будем наносить удары по их территории. Если все равно они уже наносят удары по нашей территории, то оттягивая этот процесс, не оттягиваясь, все равно это будет. Наши ракеты будут бить по территории Британии, по территории других стран. Мы можем это, мы по ним будем бить, по этому общественному совокупному субъекту мы будем бить. Мы будем бить либо по дурацкому сценарию, например, бить по Украине и по Польше, и по Латвии, либо бить непосредственно по центру принятия решений по Британии и по определенным точкам, расположенным в различных европейских странах, в том числе и на американском континенте расположенных, где находятся генетические вот эти вот семьи этих людей, принимающих решения. Депутат Госдумы Соболев призвал наносить удары по центрам принятия решений. Ну, это понятно. Вот когда на вас посылают собак, чтобы они вас кусали, вы будете бить собак или будете бить того, кто посылает этих собак? Это две разных ситуации. Ему-то не больно? Он собак послал, ему самому не больно. Вы должны бить по источнику, по центру принятия решений. А это кто? Решения принимают не абстрактный материк, не абстрактный полуостров или остров. Решения принимают люди, расположенные на этом острове. Вот кто принял решение финансировать Гитлера когда-то, да? Это вот эти вот банкиры, это вот эти семьи, служащие этих разведок, которые МИ-6 и так далее. Это граждане, принимающие решения о селекции Гитлера. Они принимали решение и о нападении автоматически на нашу страну, потому что у Гитлера была конкретная схема действий. Это было осознанное решение, это как в бильярде. Вы же когда по шарику бильярдному бьете, вы же понимаете, куда он покатится, да? И что он ударит этот шар, и этот шар придет в нужную цель, да? То же самое, когда вы заряжаете Гитлера на такую страну с его идеологией, вы понимаете, что этот Гитлер потом будет делать и нападение на Россию, и холокост Евреев, и геноцид других народов. И что будет дальше, что этот Гитлер в конечном итоге проиграет в этой войне в большинстве случаев, да? Либо он сначала уничтожит Россию, ослабнет и получит по башке от другой группы, либо по другому сценарию. Но вы эти ходы понимаете, потому что шар не может никуда катиться, кроме как вы куда его послали. То же самое с политикой, все просто. И это они делают. И сейчас они то же самое делают. Но до сих пор, до настоящего времени, они это делали безнаказанно вообще, в принципе. И сейчас опасность на них, над ним еще не в полном смысле нависла. Потому что большинство населения не понимает, что такое центр принятия решений. Они думают, это какое-то там место Пентагон, например. Мы ударили по Пентагону, центр принятия решений. Пентагон это не центр принятия решений. Пентагон это один из центров исполнения принятых решений. Принимают решения вполне конкретные люди. Известно, где они на земле расположены. Известно, как они из поколения в поколение. Это вот дедушка его принимал решение о предыдущей войне. Он принимает решение об этой войне. Это все вполне конкретные люди. Надо бороться с этой группой. Они это в принципе не понимали до ближайшего времени. Вот недавно этого не было. Первый раз этот вопрос подняли мы на канале Научный Трибунал. До этого центра принятия решений в принципе такая проблема не существовала. Вообще взгляд на историю таким образом он не существовал. Никто не воспринимал Британию как источник опасности. Никто не задумывался о этих паразитирующих на Британии группах. Этого не было. Мы размещали этот материал. Он был размещен в живом журнале. Как раз мы приводили эти примеры. До этого не было. И сейчас понимания нет. Понимание только начинает занимать информационное пространство. Но уже слышны голос. Люди не смеются над этим. Что Британия организатор Второй мировой войны. Они уже не смеются над этим. Они уже слышны по интернету. Эти точки зрения озвучивают уже уважаемые люди. Это уже слышно и понятно. Раньше этого не было. И полного понимания нет до сих пор. Должен быть отдельный эшелон целей. Местечки, города, вилы. Где расположены вот эти вот. По семейно, по фамильно. Все это должно быть объединено. И удары наносить надо именно под тем, кто развязывает войну. Бедный несчастный американец, он в чем повинен? Или украинец, в чем он повинен? Что его загнали на войну или заманили на войну за деньги. Если им начали централизованно промывать мозги, да, они вот становятся такими жертвами. Ну, вот украинец, он честно защищает свою родину, да, которая 30 лет была государством отдельным, да. Он думает, что это да, верно. А то, что его обманули, то, что ему накидали недостоянной информации, это уже второй вопрос. Он этого не знает. Это особенность мышления человеческого. Вот среднестатистический человек не обязан знать и понимать все. Он может быть обманутым. Дальше они находятся сейчас в той ситуации, что им обманываться проще, чтобы сохранить свою жизнь. Они не могут, вот в Украине нет возможности безнаказанно выразить свое мнение. Если ты выражаешь свое мнение, ты будешь наказан. Если твое мнение не соответствует единой линии партии, да. Это мы смотрели, как журналистов сажали, да. Как убивали политиков, как Олесь Бузина. Демонстративное убийство, вот человека убили, да. Грамотнейшего. Патриота своей страны, патриота Украины, человека убили показательно, да. И никто не понес наказание, да. Показательное убийство политиков, сколько их там, когда в течение месяца десяток минимум выбивается политиков. Это естественно, что большой гнет психологический. Люди боятся. Люди боятся озвучивать элементарные вещи. Это люди доведены до крайнего состояния. Это страх. Надо что-то делать. И это наши люди. Надо помогать. Вариантов нет. Это все делается. Их такими сделали. Их специально для войны с нами, чтобы убить нас. Разделить нашу страну на кусочки. Потом эти кусочки строить между собой. И все. Чтобы мы сами себя поубивали. Чтобы на нас даже оружие не надо было тратить. Типа, эй, вы, бараны, позагрызайте себя, а мы посмотрим на вас. Вот это вот такая реальность. Украинцы выкатили петицию для Зеленского об учреждении ордена Бандеры. Орден Бандеры. Ну, орден Бандеры, орден Сатаны, они уже как бы прорвали все ступеньки. Они уже прям по аду идут ногами такие. Земля под ними уже сгорела, скажем так. Это полностью уже пролом сознания, зомбирование в полный рост орден Бандеры. Это вот православная страна за несколько десятилетий перекантовывается в католицизм через прокладку всевозможных садомистских течений. Для чего это делается? Для того, что поляки нас ненавидят, готовы с нами воевать, да? Украинцы будут нас ненавидеть, будут с нами воевать. Для того, чтобы массу народа так поделить примерно, да? Чтобы вот уже точно, когда правая часть и левая начнут друг друга биться, чтобы они уже точно друг друга поубивали. А когда они друг друга поубивают, они освободят землю для третьего народа. Или сначала еще зайдет народ прокладка, который до конца с нами пробьется, а потом просто земля расчистится. Для гнилого миллиарда. Все нормально, все хорошо. Это стратегия. Это стратегия британского клуба. Мы должны просто знать, кто этот враг. Кто подготавливал всех этих неонационалистов, кто защищал нацистов, вывезенных в Канаду после Второй мировой войны. Кто потом привнедрял их обратно в Украину, вышедшую незаконным образом из Советского Союза. Это все одно большое действие. Это даже акт из большого действия. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Мы уже не можем обходить это стороной, оно уже пришло к нам в дом. Когда оно в Украине, это наш дом. Когда оно в Донбассе, это наш дом. Когда оно в Москве, это наш дом. Когда оно в Татарстане, это тоже наш дом. Оно у нас дома. Это наше жизненное пространство. И уже увернуться от этого невозможно. Ядерную составляющую нужно до последнего оттягивать. Если применять, то применять ее по водному пространству Британии, чтобы они получили плюшечку рядом с собой. Мы поглядели, как выглядит ядерное оружие вблизи, допустим, там, западней Британии на 300 километров от побережья. Небольшой ядерный боезаряд для успокоения. И объявить им надо уже в конце концов, что поставка оружия считается участием в боевых действиях. Мы уведомляем Британию, что она участвует в боевых действиях. Что любые меры применительно британских территорий, британских людей являются приемлемыми. Также надо воспользоваться. Мы должны сделать обязательную вещь. Мы должны ввести контур территориальный для запрета перемещения граждан Британии, Франции, США и так далее. Из списков, сформированных в правительством Индии, Китая, России. Вот те граждане, которые занимаются профессиональным производством революции в любых странах нашего круга. Вот эти вот люди автоматически должны получить запрет. Они и члены их семей, кругознакомств должны получить запрет на перемещение. И по Китаю, и по Индии, и так далее. По любым странам, в том числе по России и странам Содружества. И для них это будет уже широкая территория. И они не смогут профессионально попадать на страну, с которой они борются. Это серьезное противодействие. Это надо вводить немедленно. Это наши инструменты, которые не стоят денег. Просто запрет. Голландский типа журналист стучится в Китай, а его не пускают, потому что индусы на него написали. Его фамилию в список. Все. В России стучится, не пускают. Если ты занимался террористической деятельностью, организовал терроризм, революции и так далее, сиди там в своей европейской заимке, выращивай там батат. Или что-то там больше выращивать в своих температурных условиях. Надо предпринимать меры. Это надо делать на постоянное основе. Игрушки закончились. Все, война. Война. Мы на войне. Это было ясно. Вот 15 лет рассказываем, что мы едем на войну. 20 лет рассказываем, что мы едем на войну. Сначала вообще никто не верит. Сейчас вот доходят. Вот у нас еще недавно на территории России был такой расслабон. Ну какая война? У нас есть ядерное оружие, никакой войны не будет. Вот, пожалуйста. Это реальность. Вам говорят, что невозможно. Все вот эти порядок действий, которые совершала Британия, совершали штаты. Как они создавали евросоюзную комбинацию, это было понятно. Вот Евросоюз создан для того, чтобы лишить европейские страны суверенитета в принципе. Чтобы превратить их в колонии, в холопов их превратить. Евросоюз – это холопы Британии. Все. Это простая вещь. Вот их объединили в Евросоюз. Германия стала донором. Опустили статус Германии. Раздули статус Польши. Польша через соломинку пила эти германские деньги. Потому что Британия сказала Германии, вот вы тащите Польшу. Все. Польша – это расходный материал. Это верные солдаты. Славяне, которые хорошо бьются. Это мы. Такие же, как мы, только которые раньше ушли в католичество. Поляки были часть нашей цивилизации. Сейчас это наши лютые враги. Сейчас Украина туда. Ну, Белоруссию мы удержали пока. Вот представьте, Белоруссия чем от русского отличается? А он будет иметь статус католика и поляка, если мы их чуть-чуть не удержим. Такие вот времена. С вами был Виктор Катючек, канал «Научный трибунал». Всем добра. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok